Начинаем. Значит, ты его умеешь. Я тоже. Вот сейчас только начало. А ты почему? Не знаю. Всем привет, мои хорошие. Рада приветствовать вас на моем канале. У меня в гостях, наконец-то. Ура! Да, я вам уже рассказывала про нее. Увидев ее, я очень сильно обрадовалась, потому что у нее в руках были вкусняшки. Как же без вкусняшек. Сегодня мы с вами кушаем роллы. Здесь разнообразные. Какие твои любимые? Ой, я люблю все. Люблю Филадельфию, горячие. Вообще все люблю. Это хорошо, что ты любишь все. Долго думали, что же снять для вас, но потом мы поняли, что самая главная фишка всех мукбанков это, конечно же, роллы. Я разламывать не буду. Да? Да, вдруг уроню. Ты левша? Да, я левша. Ты с Филадельфии начала, да? Давайте я вот с этих вот запеченных с шапочкой начну. И мы с вами сегодня будем... И такие большие. Огромные просто. Будем обсуждать персону. Упали. Вкусно. Спасибо, что пришла. Тебе спасибо. Очень рада была познакомиться. Взаимно, взаимно. У нас Нурай учится в универе. Да. На первом курсе. Первокурсница. Да. Которая не видела универ. Да. Только через У. Просто обучение по дистанционке. Все радуются, что 15 сентября мы пойдем в универ. Ну, тебя это не коснулось просто. Мы учимся только онлайн. Мы в универ даже еще не шли. Только забирали наши студенческие карты. Преподавателей мы тоже не видели. Очень сложно, на самом деле, учиться онлайн. Вот это пару коронавируса. Но как-то справляемся, что делать. Иначе никак. Ну, мне кажется, должны быть какие-то привилегии. Не знаю, какая-то помощь со стороны педагогов. Ничего. Нурай поступил на бесплатную. Молодец. Спасибо. Учусь в английском секторе на данный момент. Так училась в русском секторе в школе. Ну, ты свободно можешь говорить на английском, да? Да. Сейчас да. Сказание чуть-чуть. Могу что-то простое сейчас сказать, потому что... Ну, может, кто-то не поймет. Мой парень учился в Ази. А еще я скажу, что у моей бабушки парень учился в Ази. Моей бабушке первая любовь. Она тоже, кстати, училась. Он учился в Ази. Вот и совпадение. Я тоже хотела поступить в Ази. Не получилось? К великому сожалению, не получилось. И так хорошо. Ты же сейчас работаешь, поэтому... Вообще, я считаю, что самое главное это поступить. Вообще, кем ты хочешь стать в дальнейшем жизни? Есть какие-то планы на жизнь? Подожди, скажи, дожуем. Я просто глотаю, я ее не понимаю. Сейчас учусь на менеджера. Пока что, думаю, работаю по профессии. Не знаю, потом себя, может, найду в другой сфере. Но это пока непонятно. Как пойдет? Просто в какой-то фильме менеджером. Да. Самый интересный момент является то, что Нурай пошла в школу в 5 лет. Да. Благодаря моей бабушке, которая работала в этой школе. Кстати, смотрит твои видео. Как зовут бабушку? Шамси, я зовут. Тетя Шамси, вам огромный привет. Спасибо, что смотрите. Я пошла в школу в 5 лет. И, соответственно, в универе я учусь сейчас в 16 на первом курсе. Это круто, на самом деле. В 16 обычно... По-моему, Айсель 16, она в 10 классе учится. Ну, и салфеточку, да? Спасибо. А не чувствуешь ты себя младше всех? Я уже привыкла. За 11 лет можно и свыкнуться с этим. Что ты всегда и везде младше всех. Да. Ну, если бы, например, перед тобой бы ставили бы выбор, ты бы пошла бы так рано в школу или предпочла бы... Однозначно. Да, пошла бы, да. И просто год своей жизни сэкономила, то есть ничего такого. Хотя да, правильно. Что в куколки играть, когда можно уже учиться? Вовсю работать. Как ты там справляешься с роллами? Ну, так себе. Они, если честно, очень большие. Да, большеватые. Они не обваливаются из того, что я откусываю их. Ну, вкусно. Я вообще, если честно, жалею, что я не пошла рано в школу. Потому что реально, получается, намного быстрее закончишь школу, потом универ, начнешь работать. Ну, ты шла в Россию, там, как бы, 7 лет, это нормально. Да. Ну, здесь в 6 идут. Да. 90% людей идут в 6 лет сейчас. У меня дочка двоюродного брата. Она как раз-таки хотела с 7 пойти. Нет, она хотела пойти с 6 лет в школу, но ее не взяли. В России или здесь? Здесь. А, почему? Сказали, что она еще маленькая. Там ей задали какие-то вопросы, хочешь ли ты в школу или нет. Она сказала, нет. Ночнее готово. Кому как. Там еще имбирь есть. Да, есть. Здесь у нас, ребят, еще имбирь. И еще у нас, покажи. А, это суши, которые остались. Да, просто у нас не поместилось все в кадре. Хотелось, чтобы нас было видно крупным кадром. И, к сожалению, ничего не поместилось. Но поверьте нашему слову, что здесь немало роллов. Сколько их там было? Почти 100 штук здесь. Так что я надеюсь, что вы поверите нам. Перемещу их сюда. Поухаживаю за гостей. Вы, наверное, уже в инстаграме видели. Мне прям аж неудобно. Но Нурай даже позаботилась о Твикси. Взяла ему подарок. Подарила ему поводочек. Правда, он немножко большой ему. Но ничего. Он вырастет. Он сказал спасибо. Спасибо, тетя Нурай. Однозначно ему понравилось. Он уже с бантиком начал там играть вовсю. Так что... Ему бантик интересен. Подарок. Главное бантик. Я, кстати, хотела сама тоже ему поводок купить. Что-то все время забывала. Эти магазины постоянно закрыты. Кстати, магазины закрыты. Где-то купила. А я в супермаркете купила, который рядом с нами. Там есть. Вот прошинники, поводки. Все такое. Полно. Это просто на тот случай, если он захочет сбежать, узнает, что домашний котик. Надо еще на поводке там инстаграм мой. Собачка Айка Эмиля. Пишите туда. Потому что это просто беда. Как открывается дверь входная, он убегает, как у горелы. Я не понимаю, что в подъезде настолько его манит. Что там такого интересного? Такие с рыбкой любишь? Хочешь, я в твою сторону немного их вкусненькие. Бери, не стесняйся. Ты тоже не горела. Ты любимая. Я украду такой вот с сыром. Обожаю. Но мне же Али сказала, что суши это вообще-то ПП. Так что это не вредная еда. Жира нет. Сейчас балансированы. Овощи. Конечно, в этих объемах, как мы. Если вы будете есть, навряд ли вы похудеете. Но в любом случае, хотя бы... Это не фастфуд. Да. Я думала, что же можно снять. А то каждый раз, когда кто-то приходит, я ролл. Роллы самые вкусные, да. Потом я думаю, ничем. Пусть будут роллы. Пусть будет. Одно и то же. Кстати, насчет похудения. Ты мне рассказывала, что ты похудела на 14 килограмм. На 14. Прикиньте, я тоже на 14 похудела. Да, ты говорила в видео. Как так получилось? Как так получилось и что тебя сподвигло на этом? Сейчас, например, ты довольна собой или ты еще похудела бы? Нет, я бы не похудела, но я бы хотела поменять как бы в плане спорта себя. То есть не похудеть, а просто стать лучше, выглядеть лучше. Чтобы тело было более потянутым, похудеть я бы не хотела. Насчет похудения я похудела на дефицит калорий. То есть я, допустим, ела все, что я хотела, бургеры, пиццы, все что угодно, просто влезала в калории, которые я себе рассчитала. Обожаю этот метод. Вкусный метод, надо вкусно жить. Правильно, а то едят ведро гречки. Невкусную. Ты просто считала калории, правильно? Да, я взвешивала все, это немножко так, морока, но привыкаешь, тут ничего такого нет. Если хочешь похудеть, надо хотя бы что-то делать. А ты сколько кило весила? Была такая булочка? Да. То есть при росте 156, я весила 60 килограмм. Сейчас вот я вешу. Ну, 60-то немного. Ну, я себе не нравилась. У меня были комплексы, это все, поэтому я решила, что надо себя поменять. И поменяла. Нет, если человека не устраивает его внешность, мне кажется, нужно себя менять. Иногда бывает, например, девушка полная, но она без комплексов, ее все устраивает. В таком случае, ничего менять не надо. Но если человек сам себя не любит, вот кто бы что ни говорил вокруг. Вот иногда бывают там родственники, знакомые, говорят, нет, не надо, и так хорошо. Должна быть гармония с собой, ты должен любить себя. Но если не любишь, тоже другой вопрос. Ты не любила, правильно я тебя понимаю? Да, абсолютно не любила. Я, правда, пыталась тебе как-то не показывать, понятное дело. Но вот когда я что-то надевала, я понимала, что я хочу такое большое все оверсайз, чтобы было непонятно. Сейчас наоборот, я не люблю оверсайз. И за какой период ты похудела? Я летом худела, месяца 3-4. Летом легче худеется. На самом деле, здесь я с тобой полностью соглашусь. Зимой прям так и хочется покушать, а летом жарко. Ты пьешь воду. Фрукты, вот это все, и отлично. А спорт присутствовал в твоей жизни? Мы только иногда вот по вечерам гуляли с мамой, с тетей, 10 тысяч шагов. Но так я спорт не знала, потому что я не люблю спорт. Но если хочешь офигенную фигуру, спорт нужен. Да, к сожалению. Элементарно, опять же, приведу пример Жали. Она худенькая, но у нее очень красивые пропорции тела. Очень красивая. И этого можно добиться только спортом, мне кажется. Поэтому, терпение и спорт. Да, прежде всего, наверное, терпение. А то я раньше, когда я худела, каждый раз я говорила, с понедельника я на диете. Все так делают. Потом понедельник, я думаю, нет, со вторника. Потом думаю, нет, эта неделя не получилась. Со следующей недели. В следующей неделе я такая думаю, нет, уже с первого числа начну, с следующего месяца. Сложу точно. Составляю такой плакат. Все, буду действовать. Первый день это сделано на диете. Потом второй день говорю, нет, я не могу так жить. Короче, вот всегда. А у тебя было такое, что ты срывалась, например? Да, конечно было. А родители, они за похудение были или против? Сначала они были за, только за. Но потом, когда я скинула килограмм, наверное, 8, они сказали, останавливайся, ты уже выглядишь слишком худой. Но я себе не нравилась, поэтому я как-то не останавливалась. Сейчас я уже остановилась месяца 2. Поэтому сначала за, а потом нет. Понятное дело, родители всегда хотят своего ребенка в виде такой булочки. Да. У меня бабушка всегда говорит, что я очень худая. Она всегда говорит, ты берешь, говорит, такую тарелку еды, говорит, идешь в ту комнату снимать, ведем, возвращаешься, тарелка пустая, и ты такая худенькая. Ну, как это возможно? Бабушки всегда видят внучек худенькими, поэтому пытаются накормить просто сколько можно, пирожки, булки. В общем, как-то так, на этом все. Мы поели, было очень вкусно. Тебе понравилось? Да, конечно. Какие понравились больше всего? Наверное, все-таки Филадельфия. А я Филадельфию, кстати, даже не попробовала. Но ничего, за кадром мы сейчас все это... На этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь. Всем желаем удачного дня, приятного аппетита. Пока! Пока!